добрый день дамы и господа всем привет от дита из канады уже не буду говорить солнечный потому что у нас на самом деле уже снег лежит на улице но тем не менее там перейдем к теме нашего сегодняшнего видео а наше сегодняшнее видео это продолжение шопинга из зары и будем рассматривать тему распродаж и сейлов начавшихся уже в общем какое-то время назад и сегодня тема у нас будет кожаные брюки не только брюки там я взяла померить еще такой такую рубашку жакет кожаным в общем вы увидите у всех очень разное отношение к кожаным брюкам и я вот вас приветствую очередная пантомима приветствия потому что мозга гремит и как всегда говорить невозможно показываем свой аутфит сегодняшний я сегодня всадник с головой потому что в отличие от моего предыдущего видео потому что лицо у меня на месте нарисовано и я в общем могу себя снимать синьки мои прошли так что в общем будем радоваться улыбаться и будем молчащая голова не говорящая голова молчаливая голова ну вот пока что я показываю свой образ я проболтала с вами не по теме но на самом деле много тут объяснять нечего что-то у меня сегодня пробило на такой серо-черное настроение и у нас еще было не очень-очень не очень-очень холодно а так меру прохладно и можно еще носить шелковую юбку такую в общем это были последние деньки когда можно было надеть такую легкую юбку со свитером я очень люблю это сочетание но зимой на самом деле когда холодно холодно то вот такой шелковой юбке не походишь я вам пытаюсь показать свой свитер что у него широкая пройма широкий рукав ох не успеваю начинается начинается видео про брюки и надо говорить про них значит я набрала какое-то количество кожаных брюк все они сейчас на сейле все они сейчас на распродаже и хотела бы я чтобы вы мне написали как вы относитесь кожаным брюкам и вообще кожаной одежде не пальто не плащи а именно вот одежда как бы не верхняя вот это даже шортики принесла в общем повеселимся сегодня первые брюки это брюки с высокой посадкой с высокой талией написано на них 59 долларов но на самом деле стоит они 29 это размер медиум почему-то они были завернуты внизу я подумал что так и так это должно быть но потом я их развернул потому что я поняла что это видимо кто-то подвернул кто мерил и кому они оказались длинные ну и вот я их померил на себя сидят они неплохо я бы даже сказал хорошо неожиданно если честно я с брюками имею очень сложное отношение мне очень подходит юбки и платья брюки мне купить себе очень тяжело особенно кожаные но вот тем не менее тем не менее вот эти брюки сидят неплохо мне понравилось то что у них высокая посадка они удобные в них как бы вообще люблю брюки с высокой посадкой потому что в них удобно и можно подзаправить свитер или блузку можно ее выпустить наверх и таким образом не будет видно пояс и не будет видно того что не высокая посадка но тем не менее брюки сидят неплохо сидят хорошо я бы сказал в общем довольно удобные и очень понравились они мне следующие брюки это брюки очень похожи на предыдущие только у них не пояс тоже высокая посадка но сделано встроена как бы резинка которая вот видите написано беги беги это значит такие широкие как бы широкие сверху не клешные широкие брюки тоже 29 долларов они стоят и я их надела на себя и мне тоже очень не понравились потому что в них очень удобно вот эта резинка сверху она создает такое ощущение что это вообще на вас какие-то спортивные штаны надеты и совсем совсем нигде не жмет не давит резинка довольно широкая хорошо растягивается очень удобно и вообще брюки такие широкие свободные в общем в них удобно опять же повторюсь и опять же хочу чтобы вы мне написали как вы относитесь к кожным брюкам потому что некоторые говорят что в них неудобно что в потеешь что в них как бы целый день так трудно высидеть и выходить если честно я ношу спокойно кожаные брюки тем более в канаде это вообще зимой можно сказать незаменимая одежда создают довольно толстый теплый слой ботом как это называется у нас то есть нижний слой ниже талии так скажем и плюс защищает от ветра в канаде очень сильные ветра в антарио особенно где я живу мы живем на озере антарио очень близко и от озера антарио очень часто дует очень холодный зимний ветер который в общем не очень приятно зимой поэтому вот кожаные брюки под кожаные брюки из кожзаменителя они защищают от этого ветра следующие брюки это брюки они тоже с высокой посадкой но это сразу не было трудно понять у них такой знаете у них нету пояса сверху как будто бы такая широкая большая кокетка это размер large на цену тоже не смотрите все они стоят 29 долларов просто почему-то к ним не не приделана вот эта вот этикетка что они на селе но они да на селе потом на кассе все равно когда считают они видят что что это сел значит это был размер large и они мне великоваты вот именно в талии в талии великоваты а во всех остальных местах в общем тоже неплохо нормально и ну если в талии великоват вот можно свитер заправить и будет уже как бы неплохо да что я хотел сказать еще про них это то что в них тоже довольно удобно они довольно мягкие я вообще хочу сказать чтобы эта легенда о том что в кожаных брюках неудобно жарко они там не знаю прилипают к ногам или что-то еще мне кажется что современная технология изготовления кожи вот этой самой кожзаменителя она довольно немножко изменилась за последнее время и я если честно вот не чувствую никакого потеня никакой жары в них у меня в них вполне удобно и они нигде не жмут они довольно они такие мягкие они знаете вот как как просто из ткани я вам сейчас покажу я не поленилась исходила за меньшим размером чтобы large это medium они мне в талии хороши но во всех остальных местах они очень плохие как вы видите я себя похлопал по брюшку своим потому что они очень облегают животик и как бы выглядит это не очень не ахти следующие брюки это тоже брюки я кожаный я бы сказала что это даже больше они похожи на тайцы у них какие-то там вставочки из под замшу как будто бы и такой интересный вырез сверху и замок сбоку не спереди и они очень-очень узкие внизу но у них есть внизу замочек что в принципе ну вот спасает если вам нужно надеть вниз какие-то сапоги ботинки или или вас вообще узкая щико широкая щиколотка простите и трудно их на себя натянуть значит я хочу сказать что эти брюки сели неплохо я бы даже сказал сели хорошо несмотря на вот их вот этот вот фасон я не ожидала потому что я думала что мне больше подойдут брюки или такие с высокой посадкой или клешные к низу потому что вот эти суженые брюки суженые внизу они увеличивают попу что там уже стесняться в словах увеличивают попу ну вот не знаю мне кажется они не сильно увеличили бедра будем красиво выражаться и сидят совсем неплохо теперь по поводу замка внизу я вот хотела показать что я одну штанину замок застегнула на одну причине на 2 оставила расстегнутый потом застегнула потом снова расстегнула в общем игралась и так и сяк пробовала как лучше и вот сейчас когда брючина одна у меня застегнута 1 растем то видно что там где брючина видите расстегнута там брюки как будто бы такие прямой прямого кроя а там где они застегнута то это они выглядят как будто пытается такие узкие узкие брюки но в общем вы можете носить как вы хотите как вам удобно как вам нравится следующие брюки это размер по моему 8 40 до европейские 40 американский 8 и они их фасон это совершенно обычные брюки только сделаны из кожзаменителя у них невысокая посадка у них прямой крой они сделаны с поясом два кармашка спереди такие вот как как в обычных брюках никаких особых там изысков никаких вставочек и ничего такого нету обычные брюки и они мне тоже немножко великоваты как-то они в паховой зоне видите собираются складками я считаю это потому что они небольшие и в поясе они небольшие ну то есть не страшно не смертельно но великовато великовато по ощущениям вот прямо практически падает ну может я немножко привлечь его конечно не падает но по моим ощущениям как-то свободно они очень болтались а если честно я вот не знаю насчет кожных брюк некоторые из них имеют свойство немножко растягиваться после носки вот у них посидите пару часов и вот эта вот кожа позволение сказать она возможно не во всех моделях не во всех фасонах не во всех магазинах в некоторых но я предполагаю что в заре качество не самое супер-пупер лучшее поэтому возможно что заровские брюки они могут немножко растягиваться так что если они вам великоваты изначально то есть шанс что через один день носки они будут у вас болтаться не очень красиво это будет потому что в принципе хоть сейчас и не модно в облипочку ничего носить но все-таки брюки должны облегать в некоторых местах создавая создавая какой-то такой некоторую видимость облегания значит такие же брюки только меньшего размера 38 6 американский я принесла нашла и у них цвет мне очень понравился карамельный в отличие черного вот я их примерила как-то немножко знаете у них очень сильно отпечатываются карманы в силу того что они светлые и это видно ну и вообще то есть я не могу сказать что они не малы я не почувствовал по ощущениям что они не малы но по вид мне как-то кажется они меня увеличивают толстят и может быть эта функция цвета конечно я не знаю потому что черные все-таки черные а этот цвет у них не белые но все-таки карамельный цвет ну в общем-то светлый светлый цвет карамельный умноженное на то что они блестят потому что это искусственная кожа то есть цвет и вот этот блеск наверное создает вот это вот увеличение следующие брюки это такие брюки келоты господи забыла вылетел название таблики келоты значит у них сбоку замок не спереди и они у них такой спереди простроченные такие знаете стрелки они очень клёшные внизу это размер large сначала я взяла померить и снова они мне как будто бы великоваты особенно в талии хотя вот животик потянули не знаю еще они сделаны из такой ткани знаете из кожи вот этой вот немножко другой отличающийся от других те были более матовые эти прям блестят блестят и как бы создают прямо эффект такого уж очень клеенчатый прям клеенка клеенка блестящая такая даже клеенка которая даже не пытается притворяться кожей ну может быть в этом есть что-то все же понимают конечно что все остальные брюки которые примеряла они не из натуральной кожи поэтому притворяйся не притворяйся а эти вот такие честные честно клеенка которые даже не пытаются притворяться и возможно даже в этом есть какой-то смысл и какой-то point и вот я я нашла потом меньше размер я не уверена да да это размер медиум я мерил там large а это был размер медиум и вот они в талии мне хорошо опять же живот очень сильно облегают я вам хочу сказать это видимо проблема все-таки брюк у которых застежка сбоку все-таки когда застежка спереди на брюках то в силу того что он месяц этот замок в строчные как-то не он отопыривается но это как будто бы не живота а замок отопыривается а когда замок сбоку на брюках то ощущение торчащего живота прямо на эти очень так прямо очень торчащего делает это все не очень приятный хотя вот можно натянуть сверху свитер и никакого живота не видно и даже в общем если не не смотреть на это то они сидят неплохо следующая одежда я не не побоюсь назвать это брюками это одежда это шорты собственно говоря короткие кожаные шорты стоят 20 долларов совсем ничего очень красиво тоже такого карамельного цвета но светло карамельного брюки были немножко потемнее а эти более светлые я решила их померить девочки ну что вам сказать конечно не кидайте в меня тапками все это не по возрасту наверно хотя если честно я не заморачиваюсь красиво или некрасиво у меня есть у меня есть два критерия по возрасту не по возрасту это как бы очень очень относительные понятия особенно сейчас что хочу сказать если бы они на мне были темные непрозрачные колготой то возможно эти шорты выглядели бы лучше потому что все таки мои так сказать возрастные колени как-то они называются грустные или хмурые колени хмурые по моему хмурые коленки у дам определенного возраста они в общем не самое эстетичное зрелище и их конечно нужно непрозрачными колготками прикрывать в том смысле что это не неприлично или прилично носить такие шорты такой длины и даме моих лет ну опять же у каждого свое понятие приличие и неприличие все зависит от того в каком кругу вы вращаетесь все зависит от того куда вы их надели уместности и неуместности я бы конечно так не пошла на работу но если бы на мне были черные колготы и наверное не сапоги на каблуке а собаки без каблука такие знаете казаки или какие-то вот такие с широким голенищем я думаю что я вполне могла ходить куда-нибудь на выход ну не в большой театр конечно а вот в бар в ресторан на партии с друзьями следующий это жакет рубашка тоже из кожи пардон из кожзаменителя значит мне он очень понравился я видела его у них на веб-сайте но хотелось мне его померить и вот я пошла в магазин и нашла его единственный размер который я нашла был экстра ларч на мне сейчас размер экстра ларч я все-таки решила его померить ну что вам сказать он очень длинный очень широкий хотя конечно сейчас модно оверсайз оверсайз но понимаете оверсайз это не значит что на два размера больше это есть специальный крой оверсайзных вещей а вещь которая на два размера больше она выглядит как на два размера больше я думаю ну на размер то точно может быть медиум или ларч ларч бы мне тоже наверно подошел а экстра ларч все-таки как-то немножко широковат слишком много ткани и когда вот его завязываешь на пояс как-то получается очень много складок очень много лишней ненужной ткани в общем жалко конечно был бы ларч или медиум я бы наверно взяла потому что стоит он сейчас 39 долларов там на этикетке написано 79 но опять это не неправильно приклеена неправильно приклеена этикетка он очень приятного качества очень мягкий очень похож на настоящую кожу с хорошей пряжкой довольно красивая симпатичная вещь все дорогие девочки пантомима прощания и воздушных поцелуев потому что говорить я не могу всего доброго надеюсь что вам было интересно надеюсь что вам понравилось на сегодня все и увидимся совсем скоро в следующем видео люблю целую пока пока бай